Приветствую вас! Я думал, что вы оказались во власти аффекта, аффективного переживания, которое породило у вас подобные впечатления, подобные мысли. Когда вас оформили инвалидность, вы увидели людей других с ограниченными возможностями и вы начали бояться, что и у вас ребенок будет таким. Это нормально, это нормально, потому что все люди с инвалидностью в той или иной степени являются результатом каких-то врачебных ошибок и так далее. Но вы не понимаете, что, во-первых, далеко не все, и во-вторых, это какой-то процент. Если вы пройдете к вопросу о рождении ребенка правильно, здраво, и если вы пройдете к вопросу о рождении ребенка со всей серьезностью, то можно дать 99%, что у вас родится абсолютно нормальный здоровый малыш, при условии, конечно, того, что отец ребенка будет тоже здоровым, ну, то есть у него не будет во-вторых привычек и так далее. Вот, это очень важно. Далее, значит, у вас у самой появится комплекс, позволяющий вам считать себя не такой, как все, не такой, как другие. И у вас появится комплекс, и вы этот комплекс не отпустили до сих пор. То есть тот факт, что вам оформили инвалидность заставил вас думать, что вы хуже других. И вы, по случайности, увидели, какими могут быть отклонения у других людей, в частности у детей. Почему у вас появилась установка, что вы никогда не будете иметь детей? Почему? Чтобы не обрекать их на такую жизнь. Правильно? Правильно. А теперь подумайте, что плохого в этой жизни. Эта жизнь, да, она не такая, как у других. Но этим она и интересна. Она не такая. Главное, воспитать ребенка, если он будет с инвалидностью, правильно. Чтобы он был человеком. Чтобы он был личностью. Чтобы он не обращал внимания на внешние какие-то физические проявления. И работал над тем, чтобы развивать свои достоинства, свои способности, свои возможности. И тогда никому не будет делать до того, какие у него проблемы. Если он будет делать то, что нужно. Если он будет делать то, что ему нравится. Если он будет достигать своей цели, то в этом он будет такой, как другие. А именно это объединяет людей, а не физические возможности. Подумайте сами. Кто-то хромает от рождения. Кто-то маленький от рождения. У кого-то есть еще какие-то возможности физические. И что-то никто по этому поводу не комплексует. Почему? Потому что это норма. В пределах нормы. Задумайтесь, кто устанавливает норму общества. И как они, эти нормы образуются. Просто подумайте о том, как образуются нормы восприятия общества людей. Просто подумайте о том. Стали, я очень боялся, что мой ребенок родится неполноценным. Так, это я понимаю. Сейчас я понимаю, что хочу детей. Для чего вы хотите детей? Почему вы хотите детей? Какую цель вы хотите? Тем более, что вы ведете активный образ жизни. Так. Значит, если вдруг родится неполноценным ребенком, я буду его любить и никогда не смогу сделать работу. А вы знаете, то, что вы будете его любить, в этом сомнения нет. Есть сомнения в другом. Насколько вы найдете ему понять, что он абсолютно полноценный. То есть, пока вы будете разделять людей на полноценных и на неполноценных, хотя бы в своем внутреннем восприятии. Ребенка с физиологическими особенностями вы воспитать адекватно, подготовленным для жизни не сможете. Потому что полноценных детей и неполноценных детей нет. Есть просто человек, но у него могут быть физические особенности. И если вы посмотрите на то, какие есть физические особенности, то вы удивитесь, как много этих особенностей у людей есть. Просто некоторые более ярко выражены, а некоторые менее, но они есть. И степень их выраженности не делает человека полноценным или неполноценным. Но, определенно, с этим мы с вами разговариваем. Потому что эта установка, тем более, что вам 31 год, она у вас въедет довольно глубоко, я полагаю. И только лишь в процессе бесед. В процессе психоаналитического взаимодействия с вами можно будет прийти к определенным результатам и эту установку сменить. Кстати говоря, установка – это переживание по поводу определенных общественных культурных норм и ценностей. Вот и подумайте, какое у вас переживание по поводу навешивания ярлыка на человека как-то полноценный или неполноценный. И что вообще это значит? Только подумайте, слово «полноценность» означает «полная ценность». Но что значит «полная ценность»? Кто сказал, что ценно для общества? Для общества ценно определенное направление деятельности человека. И даже если физически здоровый человек не отвечает этим требованиям обществу, то его можно назвать неполноценным. То есть, понимаете, полноценность и неполноценность варьируются именно от того, что нужно обществу. И под это попадают абсолютно всех, кто не удовлетворяет требованиям общества, социума того или иного, в котором мы живем. Но подумайте, стоит ли всегда удовлетворять требованиям социума? И подумайте, так ли страшно быть неполноценным, если под эту категорию могут попасть абсолютно все, и они попадают. Рано или поздно, так или иначе, мы все являемся неполноценными. Далее. Различные об этом тебя преследуют, и очень жалко таких детищек. Их не нужно жалеть. Вот в этом важна проблема, что вы их жалеете, вы считаете их достойными жалостями. А их не нужно жалеть. Они так глядя, как другие. Относиться к ним нужно так же, как другие. И общаться и взаимодействовать с ними, ну и с ними, ну и так же, как с другими. А жалость она разрушает. В том числе и вас. Сейчас у меня, значит, нет проблем с здоровьем. Почему меня вычит эта мысль о возможном родине особенного ребенка? Потому что вы боитесь тех чувств, которые были у вас. Вы не хотите, чтобы ребенок жил в той атмосфере, в какой приходилось жить вам. Но я полагаю, что ваши родители просто не смогли донести до вас, в силу своего возраста, правильное отношение к подобным вещам. Если вы сами выработаете отношение, это отношение, то вы перестанете разделять детей на особенные и не особенные. И вообще все дети для нас будут одинаковые. И вот в этот момент вам станет все равно. Но для этого требуется определенная работа. Понимание того, на что именно вы обращаете свое внимание. Чему вы отдаете предпочтение в суждении о людях. И что из этого является личным важным, а что из этого является навязанным вам обществом. Я рекомендую вам в качестве состоятельной работы почитать книгу «Я умею прыгать через лужи». Она очень хорошо описывает то, о чем вы здесь говорите. Прочтите эту книгу, это книга реального человека. Я полагаю, что вам многие вещи станут понятны. После этого можете обсудить эту книгу с психологом, советую вам это пойдет на пользу. Я желаю вам всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите личку в дропомоечке. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.